Первичное звено здравоохранения – самая востребованная часть медицинской службы. Так, согласно статистике, в поликлинике, амбулатории и ФАПы России ежегодно обращаются около 900 миллионов человек. И важно, чтобы медучреждения отвечали современным стандартам, как, например, будущая Кантышевская больница, которая строится в рамках модернизации первичного звена. В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена» с 2020 года ведется строительство Кантышевской участковой больницы. Сметная стоимость данного объекта составляет чуть более 254 миллионов рублей. На сегодняшний день готовность объекта составляет более 40%. Объект Кантышевской участковой больницы будет представлять собой не только новое здание, но и полное оснащение технологическим и медицинским оборудованием. Строительство начато в 2021 году. Объект готов практически на 80%. Представители Минздрава решили убедиться в этом лично. Кстати, больница будет располагаться напротив старого лечебного учреждения. Цокольный с техническими помещениями и четыре основных этажа. В больнице уже провели инженерные коммуникации, установили окна, уложили кровлю. В общем, дело осталось за малым. В данное время здесь 35-40 человек рабочих. Ведутся работы, шпаклевка, кое-где штукатурка, брусчатку укладывают. На улице благоустройство тоже ведется совместно. Кафель тоже. Все работы охвачены, все делается. Ну, так-то мы идем вообще-то по графику. Мы не отстаем, идем по графику. Зача у нас в конце года, 22-го. Не забыли здесь и про прилегающую к больнице территорию. Во дворе уже появились гаражные боксы для карет скорой помощи и не только. Строительство этого объекта ждали не только жители Кантышева, но и врачи местной больницы. Все эти годы им приходилось учиться в приспособленном здании. В новом же учреждении о прошлых тяготах можно будет забыть, уверены они. Здесь будут принимать более 100 пациентов в день. А пройти лечение в стационаре смогут до 60 человек одновременно. В старом здании это приспособленное помещение было. Сейчас вот такой объект строится. Это действительно очень большой подарок. В данном больнице будут принимать участковые врачи и стационарная помощь тоже будет оказываться. То есть тут будет стационарное терапевтическое отделение и неврологическое отделение. И 150 посещений в смену участковая служба. Капитальный ремонт больницы, поликлиник, закупка нового оборудования и автотранспорта. Все это запланировано в ходе модернизации первичного звена здравоохранения. Программа входит в нацпроект здравоохранения, действует с 2021 года и рассчитана на 5 лет. Тамара Хшагульгова, Ахмед Горобаков, Новости 24.